Всех приветствую на веб-семинаре от центра специалист по защите от хакерских атак. Наш веб-семинар будет посвящен технологии безопасности IP. Меня зовут Сергей Клевог. Если на сайте специалисты меня поищите, можно меня найти. Тут написано, что давно в специалисте работаю и много разных курсов читаю. Прежде всего, это курсы по этичному хакингу. Я имею статус Certified Ethical Hacker. Так выглядит сертификат. Наш семинар будет посвящен больше курсам по безопасности, по защите от хакерских атак. Я также имею статус сертифицированного администратора безопасности, Certified Network Defender. Этот сертификат соответствует новому курсу, который будет в специалисте читаться в следующем году. Он так и называется, CND. У нас называется он «Защита от хакерских атак». Я уже экзамен сдал, сертифицировался. Ну, я уже давно занимаюсь безопасностью, имею статус специалиста, профессионала в области сетевой безопасности. И вот читаю курсы от EC-Cancel как инструктор и как сертифицированный этичный хакер. Про семинар расскажу, зачем мы его проводим. Семинар у нас по технологии IPsec, IPsec, IPsecurity, безопасность IP. Это такая технология, как обеспечить безопасность на уровне протокола IP. Протокол IP это то, на основании чего компьютеры взаимодействуют между собой. В RFC он написан. Зачем нужен этот семинар? IPsec нужен, как сейчас буду рассказывать, для защиты сетевого трафика. А семинар зачем нужен? Семинар специалисту нужен, для того, что специалист хочет прославиться, вы послушаете, увидите, как мы проводим обучение, может быть на курсы запишетесь. Он такой рекламный веб-семинар, коротенький, 45 минут у нас всего. Какую-то тему одну взять и немножечко рассмотреть, не так глубоко, как бывает на курсах, но все же лучше, чем ничего. А почему именно этот семинар я выбираю? Потому что это будет предподготовка к курсу C&D. Вот я сказал, я сертифицированный защитник, Certified Network Defender, вот сертификат у меня. Если вы хотите также сертифицироваться, то надо учиться. Если хотите учиться, вот будет курс защиты от хакерских атак. Кстати, если кто на авторизованных курсах, если специалисты учатся, то бесплатно предоставляется возможность сдать сертификационный экзамен. То же самое будет с сертификацией C&D. Ну, соответственно, будем учиться, будем сертифицироваться, все больше будет профессионалов. И если вы захотите пойти на этот курс, то, скорее всего, вы захотите туда пойти, потому что захотите учиться хакингу. Вот этичный хакинг – это такой номер один курс специалиста, очень популярный и действительно на этом курсе хорошие атаки изучаем, хорошую подготовку даем, экзамен соответствует всем международным стандартам. Ну, видите, что написано. Хотите хакингу учиться, будьте добры, имейте предварительную подготовку от C&D, защиты от хакерских атак, или пройдите, или имейте эквивалентную подготовку. Можно не ходить на курс, но вот есть у нас программа, почитайте эту программу. Если вы все вопросы этой программы знаете, все, что здесь написано, угрозы вам понятны, управлять сетевой безопасностью умеете, если проектировать сетевую безопасность можете, что такое физическая безопасность, знаете, фаерволы, VPN, системы обнаружения и вторжений, если это все вам знакомо, то добро пожаловать сразу на курс по хакингу. Если нет, если хотите эти темы пройти, давайте на этот курс. Но этот курс новый, ни разу еще специалисты не читался, только в следующем году, 17 январе будет читаться. Вместо этого курса сейчас предлагается курс «Тактическая периметровая защита предприятия». То же самое, но просто C&D – это как новый, свежий, обновленный, сертификация, все лучше. И во многом повторяют программы курсов друг друга. Даже если не хотите учиться, программу всегда все равно хорошо посмотреть, вы хотя бы будете представлять, а что изучают на курсах по безопасности. И видите, каков бы ни был вендор, он всегда говорит, хорошо знаете TCP, IP, изучайте, IP умеете анализировать, там ICMP, TCP, фаерволы, VPN, IDS, IPsec, давайте, точно вам это надо. А потом еще нужна защита беспроводных сетей, может быть, криптографию дополнительно изучать, еще что-то. Но вот что я заметил, что в новом курсе вот эта вот тема IP Security, здесь вот полдня IP Sec VPN, целая пара IP Sec, даже больше еще VPN, она вот про IP Security на курсе «Тактической периметровой защите» хорошо изучается. Когда я этот курс читаю, давайте сценарии разные разбирать и по-разному во всех тонкостях IP Sec конфигурировать. Если же я CND смотрю программу, то CND говорит, да, вы, конечно, IP Sec знать должны, но мы на курсе сильно так его изучать не будем. Вот если сейчас поискать, сказать, ну-ка, что у вас тут про IP Sec, есть хоть что-нибудь? Ну, есть чуть-чуть, да, вот видите, когда будем учить про управление сетевой безопасности, вот в конце скажем, что есть такой IP Sec. А потом еще, когда будем VPN, тоже скажем, помимо всего прочего, еще IP Sec тоже есть. То есть вот только вот так вот два раза и не так глубоко оно изучается. Спрашивается, почему? Надо письмо написать, если канцелы сказать, почему вы в программе CND так мало места IP Sec уделяете. Вам они скажут, так IP Sec, какая же это безопасность? IP Sec у нас уже давно стандарт. Это вот вы, когда будете учить сетевую инфраструктуру, ДНС, маршрутизация, IP, вот тогда надо IP Sec учить. Сейчас мы уже выше этого, мы безопасность изучаем. И вроде получается, как этот IP Sec раньше глубоко мы изучали, а сейчас на CND будем изучать, но не очень глубоко. А на курсе по хакингу мы будем говорить, вот если кто IP Sec не сделает, то смотрите, какие могут быть атаки. IP Sec знать неплохо. Вот поэтому мы собрались и говорим, давайте вот хотя бы полчасика потратим, чтобы тему IP Sec более-менее для себя осветить, чтобы мы знали хотя бы, что это такое. Когда придет время учиться защите от хакерских атак, когда придет время учиться этичному хакингу, то мы уже, по крайней мере, что такое IP Sec будем представлять. Вдруг кто-то вообще не знает, что это такое. Ну что ж, давайте теперь начинать. Обсудим основные термины, сценарии использования сети, чтобы понять, чем IP Sec нам может помочь, если кто-то вздумает атаковать нашу конфиденциальность данных или целостность. Теоретические основы защиты рассмотрим, как IP Sec работает, и затем я вам покажу, как IP Sec настраивается. У меня вот тут есть виртуальные машинки. В виртуальных машинах попробуем включить IP Sec и увидим, что видит хакер, если он прорвался в сетку, выполнил атаку, добрался до трафика, что он увидит без IP Sec, и потом, когда мы IP Security включим, что хакер увидит у себя после этого. Когда начинаются курсы по безопасности, я обычно говорю, что все начинается с одного главного термина, и это термин «система». Система – это совокупные взаимосвязанных компонентов. Вот Windows-система, компьютер-система, два компьютера между собой, тоже система. И сеть, которая обеспечивает обмен данными между этими компьютерами, она тоже система. То есть все можно считать информационными системами, если мы ведем речь о компьютерах. Когда компьютеры между собой взаимодействуют, на уровне сетевой инфраструктуры, современные реалии таковы, что компьютер не может просто так к другому компьютеру подключиться и бесплатно оттуда что-то скачивать. Нужно проверить подлинность подключающейся стороны. Называется аутентификация. Когда вы пароль вводите, называется аутентификация. Но аутентификация – это не только пароль. Это может быть аутентификация по сертификатам, аутентификация биометрическая. Я полагаю, вам это знакомо, потому что я это буду использовать. А еще, если вы пойдете на курсы по администрированию сервера, например, вас будут учить тому, как сделать сетевую инфраструктуру. Да, это действительно так. Вот возьму самый любой курс, например, по администрированию сервера, хочу ему учиться, и только вот начинаю программу читать, тут написано, давайте настраивать ДНС, службу каталога, еще что-то. И вот когда мы учимся администрировать сервер, прежде всего мы хотим обеспечить главный функционал работы нашей информационной системы, это чтобы наши любимые приложения работали. Но сейчас мы говорим именно о сети. Вот если мы хотим, чтобы сеть работала, что нам нужно обеспечить? Нужно обеспечить, чтобы данные передавались. И администратор, когда затевает сетевую инфраструктуру, ну, хочет, чтобы компьютеры между собой быстро и хорошо обменивались данными. Но, оказывается, помимо того, чтобы данные перемещались с одного места в другое, чтобы там они обрабатывались достаточно быстро, нужно еще решить задачи конфиденциальности и целостности. И безопасность состоит из-за того, чтобы обеспечить конфиденциальность информации и целостность информации. Конфиденциальность – это недопущение утечки, а целостность – недопущение несанкционированного изменения данных. Эта задача всегда решается и на одном компьютере, и когда речь идет о настройке сети. А если кто-то покушается на конфиденциальность, целостность, то это тогда хакерская атака. Вот такие основные термины. Я предполагаю, что они вам знакомы, поэтому их можно еще более глубоко изучать, но мы в такие тонкости дальнейшие уже опускаться не будем, будем просто эти термины использовать. Вот пусть у меня будет какая-то сетка, которую я могу использовать. Как я могу использовать сеть? Пусть у меня будет какой-нибудь компьютер. У меня тут есть компьютер, может быть даже не один. Вот, например, возьму десяточку, и у меня есть сетка. Я могу выбрать браузер и сказать, мне много ничего не нужно, есть у меня вот рядышком еще один компьютер, дай-ка я пойду, вот тут какой-то файл скачаю. Вот я скачиваю файл с другого компьютера. Я называю СЕХ-10, а это СЕХ-7, оттуда вот какой-то тестовый файл скачал. Я использую сеть. Один компьютер, второй компьютер, они по сети у меня взаимодействуют. Компьютеры виртуальные, но точно так же они могут быть реальными. Точно так же я могу использовать и другие протоколы для взаимодействия между этими двумя компьютерами. Это может быть HTTP, FTP, SMTP, POP3, в общем их много. Но есть еще способ использования сети для контроля. Это ICMP. Допустим, подключаюсь куда-то, а что-то не работает. Мне непонятно, что, почему не работает. Вот тогда могу использовать протоколы ICMP для взаимодействия между компьютерами. Это протокол ICMP, он будет легко использоваться, если вы, например, будете использовать утилиту PING. Утилиту PING как раз-таки протоколы ICMP используют для этих целей. Возьмем мой компьютер и скажу, дай-ка я какой-нибудь компьютер соседний по PING. PING, соседний компьютер. Вот я его пингую. Но если я хочу взаимодействовать по протоколу SMB, по протоколу HTTP, там меня может встречать какая-то дополнительная аутентификация. А если я использую ICMP, то здесь уже, пожалуйста, вот у меня какой-нибудь Linux, он вообще не в нашем домене, он просто так подключился, имеет какой-то myp-адрес, и он может бесплатно пинговать и один, и другой компьютер. Узнал IP-адрес, его пингует, второй. И вроде бы все нормально, он ICMP использует протокол для того, чтобы понять, как у него есть связь с компьютером или нет. С другой стороны, это использование сети может предоставлять угрозу для целостности и конфиденциальности данных, которые по ICMP передаются. И вот можно сделать так, чтобы, имея взаимодействие с компьютером, как-то нарушать конфиденциальность, целостность и данных на компьютере, и данных в процессе перемещения. Эти сетевые атаки мы детально изучаем на курсе по этичному хакингу, тестированию на проникновение. Он, кстати, сейчас идет, и в среду я вот буду детально объяснять, показывать, рассказывать, несколько десятков сетевых атак покажу. Сейчас просто поверьте, если на курс не ходите, что просто есть такие атаки, что хакер может приловщиться и выполнить атаки и на конфиденциальность, и на целостность. И как это выглядит? Это выглядит вот таким вот образом, что находится вот тут, допустим, у меня хакер. У него есть снифер. И он выполнил хакерскую атаку. Вот здесь я уже выполнил хакерскую атаку. Запускаю вот этот в AirShark. И все, что происходит между вот этими двумя компьютерами, вот моя семерка, десятка, все в кармане у хакера. Вот видите, да? Я пингую, а хакер видит, десятка пингует семерку. Семерка пингует. Видите, я на своем Linux это вижу. Почему? Выполнил хакерскую атаку, теперь вот все тут есть. Если моя вот эта вот десяточка побежала на файловый сервер, что-то тут скачала, посмотрела, как файл качался, хакер тоже видит. Вот тест txt, он скачал, да, он может даже содержимое этого файла посмотреть. А если вот приглядится, пусть может быть не всегда явно, но вот содержимое этого файла. Ну, более того, он может вот так вот делать. Сказать, ну-ка, экспорт объектов, которые передавались по СМБ. О, видите, тест txt. Он сейчас возьмет, его куда-нибудь себе сохранит, и потом откроет. Видите, говорит, куда тебе положи? А, прямо на рабочий стол положи. Говорит, хорошо. И вот теперь он себе положил на рабочий стол, открывает. О, видит текстовый документ, который там я посмотрел. Здесь пока у меня тест написанное, но там все, что угодно может быть. То есть, вот этот тест, он может быть был конфиденциальный, но у хакера есть способ выполнить атаку, и вот трафик, который не шифрован, все у него перед глазами. Каким же чудесным образом так получается, что хакер сидел на своем компьютере и весь трафик на себя затянул? Ну, хоть один пример покажи, не хотим на курс по хакингу идти. Ну, пример вот такой. Атака на целостность. Может быть. Вот хакер может так похимичить протоколом ASP, вот Hping 3 у него уже установлено, что он может внушить мысли компьютеру, что у вас шлюз другой. Да, так можно сделать. Вот в среду это детально буду объяснять. Сейчас детально объяснять не буду, но вот яркая демонстрация. Я на своем Linux компьютере пишу, Hping 3, хакерская утилитка. Скажи-ка ты вот этому компьютеру, 10.5.1.61, что шлюз у него не 254, а 1.71, то бишь я. Когда он пойдет на этот IP-адрес, это IP-адрес специалиста, пусть он вот от себя ходит через меня. И видите результат. Да, я пускаю трассировку, трассировку и такая программа, которая показывает, как идет маршрут. И видите, да, я ее запустил, тут же остановил, но первый хоп, первый маршрутизатор, не вот этот, а какой? Вот этот. Вот он вроде бы ICMP продаж, он не секретен, ничего нет в этих пингах. Но хакер может так нарушить целостность данных, что это приведет к потере конфиденциальности, вы пошли через хакерский компьютер, а у хакера все уже установлено, чтобы весь трафик прослушивать. Чувствуем, да, опасность, что вот прямо сейчас я на своей хакерской машине как-то так нарушил конфиденциальность, потому что нарушил целостность. И теперь все. Я сижу на компьютере, откуда я знаю, я зашел на файловый сервер, я зашел на веб-сервер, я хочу читать данные. Я открыл, посмотрел, и вы увидели, что то же самое на другом компьютере отобразилось. Проблема понятна. Давай теперь будем ее решать. Если есть вопрос, смело задавайте. У вас там как раз не получится, потому что вы на виртуальной машине сидите, либо если бы вы на хабе были снижены? Нет, сейчас у меня получается, потому что я на канале сижу. То есть это не обязательно быть на хабе. Если быть на хабе, вообще элементарно. А вот если сидим на свече, то есть десяток техник так называемого активного снифинга, вот в среду на курсе поэтичному хакингу мы будем их детально изучать. То есть это я просто как один пример показал, что такое в принципе возможно и к чему это приводит. Просто как демонстрация угроз. Но у нас не курс по хакингу, поэтому просто поверьте, что такое может быть. Мы поверили и говорим, теперь хотим защититься. Допустим, ладно, пришел хакер, а мы будем защищаться. А как? Естественно, у нас два пути. Давайте весь трафик зашифруем, тогда хакер трафик на себя затянет, а там все зашифровано. Или же, давай вообще не будем допускать таких атак. Пусть хакер не сможет нас даже пинговать. Пусть он не сможет как-то химичить с протоколом ICMP. А почему? А мы будем в каждый пакет добавлять цифровую подпись. Он цифровую подпись подделать не сможет. Стало быть, не сможет шпиговать нас своими хакерскими пакетами. Хорошо. А нужно смотреть теоретические основы снизу. Кто будет шифровать, кто будет подписывать. А можно сверху. Кто будет этим всем управлять. Давайте сначала сверху. Естественно, на компьютере должны попасть какие-то настройки. Все настройки, которые будут сделаны так или иначе, это ключи реестром. Для Windows это ключи реестром. И вы можете конфигурировать локально, как я сейчас буду показывать. А можете использовать для этого Active Directory. В Active Directory есть групповые политики. В том числе политика IPsec настраивается централизованно через Active Directory. Вы один раз настроите, и абсолютно на всех компьютерах вашего предприятия будет автоматически везде настроен правильный IPsec. Вот что такое групповая политика и Active Directory. Я сейчас вот так вот не буду настраивать. Знаете почему? Потому что это тема вообще отдельного разговора, отдельного курса. Вот смотрите. Давайте читать. Курс администрирования сервера. Да только начался, изучается Active Directory. Вот групповые политики, групповые политики. Давайте целый день групповые политики учить. То есть мы предполагаем, что это вы или знаете, или может быть изучите. Групповая политика в Active Directory, в службах каталога на Windows сервере, это вот такой вот теплоход, лайнер, ради чего в сервере используются. Там есть Active Directory, там есть групповые политики. То есть можно централизованно управлять хоть сотней, хоть тысячей компьютеров. И вот так можно настраивать. Через Active Directory, но я локально покажу, суть не меняется. Хорошо. Допустим, мы сейчас возьмем политику безопасности IP настроем. Что скажет эта политика? Наверное, очевидно. Вы сами мне скажете, что идейно мы можем сказать всем компьютерам. Мы, наверное, можем им сказать, что давайте не весь трафик, что есть трафик какой-нибудь ненужный, а вот только важный трафик, вот именно секретный трафик, вы его защищаете. То есть мы в этой политике можем четко определить трафик, который мы считаем нужным защитить. называется это IP-фильтр. В IP-секе это так называется. То есть мы можем сказать, обозначаем трафик SMB, трафик HTTP, трафик FTP, трафик ICMP, трафик еще какой-то, мы можем его разделить и написать это и назвать это IP-фильтром. Это мы можем, это мы знаем, да, мы можем сказать, знаешь что, пусть у тебя будет 10 типов трафика. Например, трафик FTP для всех пользователей, трафик FTP с точки зрения админа, который что-то будет заливать, это разные IP-фильтры. А еще будет трафик какой-нибудь Телнет, SSH, HTTP, HTTPS, вот так мы можем налепить много фильтров. И что еще мы можем сделать с этими IP-фильтрами, что мы точно знаем, мы можем сказать, вот этот IP-фильтр, то есть именно этот трафик, зашифруй, причем зашифруй так, чтобы никакой Пентагон не расшифровал. А этот IP-фильтр тоже зашифруй, ну зашифруй так, попроще. А этот трафик шифровать не надо, он не секретный, но ты просто каждый пакет подписывай. Понятно, да? Мы можем определить действия фильтра. Если будем делать политику, мы напишем IP-фильтр раз, действия фильтра два. Как это сделать, я еще расскажу детально. Но, что мы сразу не можем сделать централизованным? Мы не можем согласовать ключи для шифрования. Смотрите, я скажу, давайте весь трафик зашифруем. Хорошо зашифруем. Зашифруем каким алгоритмом? Самым хорошим, который умеем, например, АЕСом. АЕС не ломается. Отлично. Но, вот этот вот алгоритм шифрования АЕС, он требует ключ шифрования, который мы не можем всем раздать сразу. Потому что, если мы сразу всем пропишем ключ шифрования, то весь наш IP-сек сразу теряет смысл. Хакер получил ключ шифрования, и тут же расшифровал трафик совсем ему не принадлежащий. Понятно, да? Стало быть, у нас в составе IP-сека должна быть какая-то служба, которая согласует ключи шифрования и подписывания. И такая служба есть. Она по-разному может называться. IP-сек агент, IP-сек, ИТЕ, АУФ-АЙПИ, как угодно она может называться. Давайте я ее вам покажу в десятке. Если службы запустим, тут служба такая будет. Здесь IP-хелпер, это не то. А есть еще служба, вот, например, ИКЕ, АУФ-АЙПИ и агент политики IP-сек. Вот эти службы отвечают за согласование ключей и за шифрование. Хорошо. Тут тоже сложная будет математика, Диффи-Хелман, криптографические группы, они нам не нужны. Важно, что эта служба сможет согласовать ключи. И когда драйвер протокола IP уже будет готов эджектировать датограмму на канальный уровень по модели оси и отправлять ее наружу, или когда он получит датограмму и будет готов ее передавать в стейк протокола TCP дальше на обработку, вот тут-то будет работать драйвер IP-сек, который будет вместе с драйвером IP работать и эту датограмму будет шифровать или подписывать в зависимости от того, что мы скажем в политике IP-сек. Иногда говорят IP-сечить трафик, то есть или шифровать, или подписывать. то есть IP-сечить, потому что IP-сечить не всегда шифровать, иногда может быть только подписывать достаточно. Вот такие теоретические основы, может быть, есть вопросы. Теперь давайте более детально расскажу по криптографиям. У нас есть два режима IP-сек, или два протокола IP-сек. Во-первых, AH, Authentication Header, заголовок проверки подлинности, который ничего не шифрует, но все подписывает. То есть, если вы что-то отправляете, вы это между IP и TCP подписываете. Давайте вот сейчас покажу. Вот, допустим, есть у меня какой-то пакет. где он тут у меня будет. Пусть вот здесь вот. Вот я вижу какой-то SMB2, я вижу ICMP, все что угодно. Видите, вот есть IP, а дальше есть TCP. Вот между этим IP и этим TCP будет еще AH, будет стоять тут цифровая подпись. И это гарантирует, что никакой хакер вот сюда не вмешался и вот здесь вот IP здесь вот что-то не подменил. Это будет гарантировать целостность отправителя, целостность коммуникации. Да, вот это все будет не зашифровано, пожалуйста, смотри, в случае с SMB2 может быть это нежелательно, но в случае с ICMP это пожалуйста, ICMP же не секретен, чего его шифровать. Называется режим AH. Когда говорим о ICMP не секретен, но никто не подменит на ICMP пакет, потому что между ними встроен заголовок, который все будет подписывать. Если кто-то захочет подменить IP или еще что-то, он не сможет, потому что не сможет цифровую подпись поставить. А есть режим ESP Encapsulating Security Payload Скрытие полезных данных, когда все будет зашифровано, тогда у хакера не будет возможности определить, что там дальше идет после IP, TCP, UDP, ICMP, ничего непонятного. Пойдет ESP, а ESP это все в шифрованном виде. Такая будет криптография в IP секе. Есть два режима, AH обеспечивает целостность и ESP обеспечивает конфиденциальность и кстати целостность тоже. ESP можно использовать и для обеспечения целостности и даже для обеспечения только целостности. Ну AH до сих пор сохраняется раз уж RFC написали порты у них рядышком 5051 поддерживается и то и то. Хотя можно ограничиться одним только ESP он обеспечивает и конфиденциальность и целостность и даже обеспечивает только целостность без конфиденциальности. Просто будет заголовок не AH а ESP и все. И напоследок еще про аутентификацию. IPsec помимо всего прочего еще аутентификацию обеспечивает. То есть вы можете сказать хакер меня не сможет пинговать если он не наш друг потому что он передо мной не аутентифицируется. Он пришел за своим хакерским ноутбуком начал меня пинговать и вдруг все это как два компьютера между собой аутентифицируются если они разные компьютеры. Во-первых можно аутентифицироваться по протоколу керверс но тогда нужно актив директор и пользователя и компьютера можно аутентифицировать. Во-вторых можно аутентификацию по сертификатам делать но тогда службы сертификатов требуется установить. Ну я могу сейчас открыть сайт специалиста сказать вот смотрите курс вот здесь учат тому что такое служба сертификации есть такой курс расширенные возможности актив директоре давайте учить что такое центр сертификации у нас ни того ни другого нет но я буду использовать третий способ аутентификации так называемый пск пресс и вот пск нас аутентифицирует хакер мой пароль не знает у него в настройках не вбит стало быть он меня пинговать не сможет аутентификацию не пройдет вот теоретические основы которые нам требуется знать для настройки описек звучит вопрос я вижу в чате как метод шифрования влияет на трафик вот действительно вы можете сказать я хочу трафик шифровать максимально сильно современные компьютеры шифруют трафик даже не процессором сетевой карточкой если у вас хорошая дорогая сетевая карточка таким образом метод шифрования там особенно даже и не влияет на трафик и в современных компьютерах процессор редко узкое место жесткий диск узкое место а процессор ооо сколько вот давайте сейчас на мой компьютер посмотрим я читаю семинар и что у нас производительностью процессор как ты я аж на 15 процентов только нагружен памяти тоже спокойно а вот что ты притормаживаешь ой диск вот был бы ssd все бы летало ssd в райде вообще было бы очень быстро поэтому сильно не нагружается но опять-таки в настройках ipsec вы можете сказать давай попроще давай не надо аесом давай десом шифровать тогда нагрузка на процессор будет больше будет меньше если дес и больше если аес вот так ну давайте теперь посмотрим а как теперь мы хотим настроить ipsec как это сделать во-первых давайте как линуксует командную строку командная строка в любом windows есть пишем нет sh нет shell такая команда которая все позволяет настроить в том числе ipsec вот видите нет shell командная строка он говорит хочешь фаервол настраивай хочешь dhcp настраивай ip настраивай интерфейс настраивал а видите ipsec есть я говорю ipsec хочу настраивать он говорит а ipsec хочешь настраивать тогда давай пиши дальше а что я могу здесь писать знак вопроса контент контекст динамический или статический допустим динамический в этом контексте можешь дальше писать что-то добавить удалить изменить хочу что-то добавить хочу добавить правила политику или еще что-то или текст статический добавить политику что дальше писать опиши имя описание и тогда понятно когда мы будем четко понимать что такое описек и хотим настраивать быстро-быстро скриптом мы возьмем и изучим синтаксис и напишем скриптик нет шел политику такую-то правила такие-то шифрование такое мы такие-то все запустили все работу учиться плохо потому что я сейчас могу написать вот смотрите какой чудесный скриптик вы увидите посмотрите куда классный скриптик но как его писать практика нужно нам хотелось бы иметь какой-нибудь графический интерфейс там и галочки поставили и все заработал поэтому то что есть командная строка powershell это хорошо но вот бы нам настраивать это из графического интерфейса и такой интерфейс есть вот раньше он настраивался вот так вот всех пол security полисе в политике есть настройка айпи сек вот политику давайте создавайте политику давайте управлять айпи фильтрами действиями фильтров если был бы курс по тактической периметровой защите я бы так и сделал там детально бы все настраивали но давайте сейчас попробуем это сделать по современному современных системах политики айпи сек интегрированы windows firewall называется правило безопасности подключений или конъекшен security rules вот здесь они определяются прямо в фаерволе естественно групповые политиками в актив директоре это все тоже можно централизованно настраивать также как кстати говоря и включить службы эти откроем фаервол фаервол windows firewall включаю и хочу дружить с другим компьютером там точно также firewall включая видите да фаервол выключен это неправильно надо его включить выйду в настройки до везде его включая даже на всякий случай во всех профилях включу чтобы точно а а здесь еще видите айпи секс сеттингс настройки безопасности айпи по умолчанию и что здесь здесь видите обмен ключами в основном режиме здесь криптография она нам не нужна можно посмотреть сказать о айс 3ds да вот кстати вот здесь можно сказать давай не айс давай не 3ds а что ты еще умеешь он горит я еще умею просто дэс о то что надо вот хочу дэс давай дэс так дэс слабенький уже плохой нет 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 пентагон ломать не будет а зато меньше нагрузка будет видите да вот здесь вот можно рулить и как вы видите по умолчанию моя десятка собралась использовать а с но если кто будет старый не пропатченый ладно так и быть на 3ds согласиться может на дэс согласиться если сейчас здесь и и дабы допустим не буду менять оставлю по умолчанию дальше основной режим это согласование ключей а насчет давания уже в быстром режиме быстрый когда ее шифрование тоже самое могу поменять кстати вот могу сказать ты вот хочешь где из-под а аж давай а они сп то есть сначала а аż не надо шифровать а если кто хочет шифровать тогда давай и шифровать можно так тоже менять а медата аутентификация точно должен поменять потому что по По умолчанию используется Kerberos, но Kerberos, видите, у меня нету, потому что нет Active Directory. Я, давайте, буду использовать общий предустановленный ключ. Приширтки, ПСК, пусть будет какой-нибудь такой. Вот теперь я настроил IPsec и в Connection Security Rules могу прописать политику. И в политике могу сказать, давай-ка напишем кастомизированное правило. Скажем, если такой-то IP-адрес придет на мой IP-адрес или наоборот, я не буду так филигранно, как на курсе по тактической периметровой защите, делать сценарий, давайте FTP отдельно, защищать телнет отдельно, HTTP отдельно, SMP отдельно. Я вам концепцию покажу. Я просто скажу, давай-ка всегда требовать аутентификацию для входящих подключений, чтобы меня никто без IPsec не пинганул. А когда сам буду выходить, сам буду предлагать IPsec. Ну, может быть и без IPsec тоже можно. Я могу сказать, давай так, или IPsec, или вообще ничего не надо. Или могу слабо говорить, давай предлагать. Если откажутся, то тогда откажутся. Ну, наверное, посильнее. Дальше. И какой метод аутентификации? По умолчанию. По умолчанию какой мы выбрали? Приширтки. Его, кстати, можно здесь поменять и сказать метод аутентификации, добавить, написать вот здесь вот аутентификация, пусть будет паспорт. Окей, окей. Все. Теперь я сделал вот такое правило, что сказал, что во всех профилях, давай-ка пусть у нас будет IPsec. Давайте проверим, как это работает. Вот у меня есть семерка, она вообще не настроена. Будешь пинговать. Видите, не пингуется. Но мы, допустим, в обмене, мы хотим подружиться, мы точно так же идем в свойства и точно так же убеждаемся, что у нас Firewall включен. И настройка IPsec у нас сделана точно такой же. Мы тоже говорим, давай ААЖ, если нет, тогда ESP. Помните, да, ААЖ только подписывать, а ESP это скрытие полезных данных. И если аутентифицироваться, то аутентифицироваться будем вот так вот. Это я настроил дефолт, то есть умолчание. Дальше, теперь идем в Connection Security Rules, правила безопасности подключений и говорим, мы тоже настраиваем политику IPsec. Не очень филигранно, время уже такое, что не успеваем детально все изучить. Но пусть, как бы, любой трафик будет у нас аутентифицирован по умолчанию. Тоже как-то политику назову. Окей, окей. И повторяем эксперимент. Пишем ping всех 7, здесь пингуется, здесь ping всех 10, будет пинговаться, нет. Еще раз попробуем. Возможно здесь broadcast не разрешает имя, но пусть пингуется у нас по IP адресу. Firewall не блокирует. Просто, помните, я там писал в правилах и говорил, когда ты будешь делать аутентификацию, требовать ее, ты требуй входящую и предлагай исходящую. И у меня здесь вот request, а не стоит require. Может быть здесь имеет смысл затребовать. Затребуем. И теперь скажем, как тут. Кстати, может быть действительно дело не в аутентификации, а дело в правиле. Почему я могу кого-то пинговать? Почему кто-то пингуется, кто-то не пингуется? Смотрите, у нас есть правило входящее и исходящее. И вот теперь смотрите, исходящее правило говорит, где правило, которое ICMP разрешает. Давайте проверим. Видите, ICMP версии 4, аут, вот оно есть. Вот оно правило должно быть включено. В профилях, ну у нас недоменный профиль, у нас там приватный профиль. А если нас будут пинговать, то вот оно правило. Когда я что-то расшариваю, видите, эхо запрос ICMP версии 4. Видите, да, оно включено. Ну у нас тоже недоменный профиль, но включено всякий случай. То есть у семерки проблем нет. Проверяю десятку. Открываем фаервол и видим, что здесь во входящих правилах есть у нас пинги. А видите, да, правило-то. То есть дело сейчас не в IPSEC, дело в фаерволе. Он был выключен, а я его включил, а правил-то, которые разрешают, пинги нет. Поэтому, а в другую сторону все работает. Десятка семерку пингует. Знаете почему? Потому что на семерке я сделал общую папку. И когда я сделал общую папку, автоматически все случилось. Если я сейчас здесь вот эти вот правила включу для ICMP версии 4 на вход, то, соответственно, и десятка запингуется. Но давайте посмотрим, что теперь видит хакер, когда у меня пошли вот эти вот пинги. Видите, да? У меня-то семерка пинговалась уже сразу и без правил. Видите, да? Хакер. Authentication header. Опа! Ничего сделать не сможет. Давай-ка проверим. Напишем. Ну-ка, пинги десятку. Десятка перестала пинговаться. Ну-ка, семерку. Семерка перестала пинговаться. Однако, если вдруг я захожу на свою десяточку, говорю, пингуйся, компьютер. Видите, да? Как хорошо пингуют. Ну, семерка. Правила сработали. О, видите, да? Тоже пингуются. Но, когда идет взаимодействие, это взаимодействие надежно. И хакер может теперь вот сюда только смотреть. То есть, он видит, ходят пинги, облизывается, сделать ничего не может. Он не может подделать, потому что Authentication header не может поставить. Почему не может поставить? Не может согласовать безопасность. Почему не может согласовать безопасность? Не может пройти аутентификацию. Почему не может пройти аутентификацию? Не может взломать сертификаты или керберос в моем случае не знает пароль. Понятно, да? Теперь, допустим, я хочу, чтобы не только целостность соблюдалась, хочу секретность, чтобы хакер даже пингов не видел. Это делает это вообще одной единственной галочкой. Делается вот так вот. Идем в настройки и говорим «Разрешить только безопасное подключение». И идем в настройки и еще поставим галочку «Требовать шифрование». И увидим не AH, увидим ESP. Давайте попробуем. Захожу, допустим, в десяточку. И вот в эти правила, которые провисал, для исходящего трафика, да, где у меня ICMP, могу сказать, когда кого-то будешь там пинговать, требуй аутентификации. Вот так вот, или на входе, на этих правилах могу вот так вот указывать. Буду говорить, когда тебя кто-то будет пинговать, то ты ее разрешай только если оно секьюрное. И требуй, чтобы подключение было шифровано. И вот если мы эту галочку поставили, то после этого у нас же есть такое, что хочешь AH, да, хочешь ESP, да, мы сначала AH предлагаем, потом на ESP сваливаемся в политике. Здесь то же самое можем прописывать. Будем говорить, когда будешь ходить на выход, в зависимости от того, какой, тоже разрешая подключение, если оно секьюрное, требуй подключение, чтобы было обязательно зашифровано. Ну, в зависимости от того, какой профиль будет срабатывать. И тогда у нас будет все зашифровано. Давайте проверим. Вот сидит хакер, вот он все сниферит, а потом в один прекрасный момент, видите, да, что он видит? Он видит, что вот два компьютера, семерка и десятка между собой взаимодействуют, а что там внутри? Непонятно, ESP. А ESP все вместе. И вот теперь он пошел таким же образом по SMB, HTTP, еще что-то, все зашифровано ESP. То есть мы увидели, что IPSEC проинтегрировался с фаерволом, и вы мало того, что политику в фаерволе написали, еще и каждое правило вот такой вот настройкой можете говорить, что ты хочешь с этим правилом пустить, пустить аутентифицировавшись, и пустить аутентифицировавшись и в зашифрованном виде. Вот так вот выглядит настройка. Что у нас с вопросами? В каком виде происходит распространение ключей? Ведь используется симметричное шифрование. Вопрос в чате. Смотрите, есть такое чудо-алгоритм, называется Диффи-Хеллмана. Вот по этому алгоритму два компьютера могут между собой сгенерировать симметричные ключи так, что все в упор смотрят на коммуникацию между компьютерами, а сделать такой же ключ у себя не могут. Диффи-Хеллман, они математики, два разных математика. В математике им делать нечего, они придумывают различные алгоритмы, схемы. Вот они такой алгоритм придумали, что типа задумаем число, возведем степень, разделим, возьмем остаток, тоже возведем степень, еще раз разделим, вот остатки совпадут. Вот доказали такую теорию, и вот ключ это остаток от возведения степень деления. Ну да, а вы видите, как они что-то там возводят в какую-то степень, делят еще что-то, но не можете повторить все действия, потому что у них кое-что секретно. Во всех вычислениях. Поэтому, если будет курс по стратегической защите, у нас целый день криптография, которую мы, конечно, этого Диффи-Хеллмана детально изучаем. Сейчас просто поверьте, что Диффи-Хеллман нам поможет. Еще есть вопрос. Обмен между двумя Windows по умолчанию не шифруется, если копировать файлы с одного ПК на другой. Да, вот вы видели только что, я пока IPC не включил, скопировал данные, по умолчанию ничего не шифровалось. Вопрос еще, что надо правило включать, требуется шифрование. Не обязательно это в правиле сделать. Это я для эффекта сделал так. Я для эффекта сделал, что по умолчанию у меня ААЖ, а если хочешь ESP и шифрование, тогда в правилах этим рули. Но я мог бы заходить в настройки IPSEC и сказать, знаешь что, вот не надо. Вот давай вот IPSEC Settings, давай вот тут вот сюда вот зайдем и скажем, вот не надо никакого ААЖ. Давай сразу ESP и пусть обеспечивается и целостность, и шифрование сразу по умолчанию. Вообще вот Data Integrity, что это такое? Давай его вообще отсюда убирай, не надо никакой тебе целостности. Только целостность и шифрование ESP. Вот если так сделаю, то по умолчанию, если два партнера договорились об IPSEC, у них только ESP и все зашифровано. Так тоже можно сделать вот в этих вот настройках. Всех вопросов на семинаре не задать. Ну, центр специалист, такой вот центр известный. Я Сергей Клевогин, имя достаточно известное. Находите у меня Facebook, ВКонтакте Одноклассники, добавляйте друзья. И если будут какие-то вопросы, не стесняйтесь их задавать. На этом наш веб-семинар заканчивается, но мы все равно остаемся на связи, остаемся ВКонтакте. Всем успехов в освоении информационной безопасности.